О том, что из себя представляет Магнитогорский мясоперерабатывающий комплекс, мы уже рассказывали в программе «Восьмой канал». С момента его пуска прошло более полугода, и мы решили приехать на предприятие с целью посмотреть, как освоены мощности комплекса. Тем более, что повод для визита был более чем благоприятный. Здесь началось региональное совещание руководителей хозяйств из близлежащих районов, которые занимаются выращиванием скота. Почему мы сюда отдаем на эту мясоперерабатывающую компанию? Только из-за того, что, во-первых, рассчитывается очень вовремя. В течение 15 календарных дней мы эти деньги получаем, и даже можем хоть немного выдать заработную плату или на свои производственные куда-то нужды. Когда я узнал, что строится такой комплекс мясоперерабатывающий именно силами ММК, я, конечно, был с одной стороны рад, а с другой стороны горчон. Конкуренты, да? Не им заниматься этим делом, заниматься надо нам, селянам. Мы производим мясо, мы должны его перерабатывать. Но вообще, с другой стороны, конечно, это очень хорошо, что именно комбинат тоже думает о своих рабочих, и построил его прекрасный цех. Вы мясники Кизильский район. Вам и оценивать этот цех со всех точек зрения? Каков он, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что цех прекрасный, разговора никого нет. То, что мы строим у себя на селе, конечно, у нас примитивно, можно сказать, так называть, кроме сохода Полоцкого, там более-менее тоже, значит, современный цех. Ну, а это, конечно, очень хороший цех. Здесь порядок, конечно, очень хороший, и цех современный, отличный, отличный цех. И, видимо, и качество мяса будет хорошее. Почему видим? Она и так хорошая. Ну, это потребители, надо спросить. И у вас не было опасения, что с мясом что-нибудь будет? Он, может, усохнуть или там его просто украдут? Часть? Да нет. В общем-то, мы не раздавали. В общем-то, убеждаем, что, значит, за нашу данную продукцию рассчитается вовремя. Комплекс, построенный по технологии австралийских мясокомбинатов и на деньги рабочих АО ММК, сегодня в состоянии перерабатывать в полуфабрикат свыше 25 тонн мяса в сутки. На региональном совещании были премированы наиболее активные сдатчики мяса. И это был хороший пример для тех, кто сегодня работает с хозяйственными областями по закупу мяса на забой. В структуру мясоперерабатывающего комплекса входят два колбасных цеха, а сейчас строится третий. Видимо, нет необходимости говорить о том, что в цехах стоит суперсовременное оборудование, составленное по схеме немецких и австрийских технологов. Отсюда широчайший ассортимент и отменное качество. Комплекс располагает целой сетью магазинов, где рабочие металлургического комбината могут купить мясные деликатесы по вполне приемлемой цене. Ханух Мерхидаревич, я понимаю, партнер у вас мощный, но сейчас и комбинат переживает нелегкие времена. Так ведь не бывает, чтобы, допустим, он находился на грани, как говорят, а вы процветали. Да, все предприятия сейчас загнаны с такой налоговой системой, вся система неплатежей, что существует в России, все предприятия загнаны в тупик. В целом-то, если посмотреть по комбинату, оно находится в положительном сальдо, и также мы находимся в положительном сальдо. Но мы сотрудничаем и созданы тоже большим нашим гигантом. И мы понимаем, и поэтому основную нашу продукцию, львиную долю, мы отдаем для питания трудящихся в виде, значит, и отдаем, кроме того, счет заработной оплаты и кредиту им иногда. Уходит колбаса на зарплату, а оборот средств как возвращается? Он возвращается в виде металла. И этим металлом мы занимаемся, реализовываем этот металл, стараемся, значит, менять еще на другие продукты питания, тоже отдавать комбинату счет заработки. Вы же технолог, вы классный специалист, еще приходится заниматься металлобизнесом? А в принципе ничего сейчас страшного нет. Надо сейчас, рынок такой наступил, что должны обязательно производители сырья объединяться, рабочие объединятся и бизнесмены. У нас помогают Евразия, металл, БИК и ряд других фирм, которые занимаются, они свое дело делают и нам возвращают в виде денег. Мы в последний раз с вами виделись, когда вы были, в общем-то, главным инженером крупнейшего предприятия на юге области, мясокомбинатом Магнитогорского. Сейчас он ничто, а тогда был крупный. И вот тогда вы, помните, говорили, что вы мечтаете иметь такие вот сорта колбас, которых нигде не производится, ни в Голландии, ни в Германии. Вам сейчас удалось? Да, практически. Мы выпускаем различный ассортимент колбасных изделий по европейским стандартам и по отечественным. У нас два таких производства. Данные, то, что вы видите, это все европейского стандарта, ГОСТа, мы их согласовали по всем органам надзора. Ну и когда мы проводили вообще общественный опрос, что людям нравится, то 30% просили выпускать именно импортные колбасные изделия по европейским стандартам. А фамильная есть, Берхиаревская? Нет, мы просто уже придумываем различные немецкие или какие-то другие колбасные изделия. За основу рецепты берем, конечно, европейские. Выставка, которая была в Манеже и где была выставлена продукция комбината, которая поразила всех приезжих, я помню, особенно привлекала вот этим отделом, где были ваши экспонаты, не правда ли? Да, правда, но мы, конечно, на выставке имели больше ассортимент, потому что мы как-то готовились. А в данное время эти съемки происходят как-то спонтанно, и то, что сегодня есть, вы видите, что громадный ассортимент у нас имеется. Это вот есть каждый день и для всех? Да, это есть каждый день и для всех, и все это могут даже... У нас здесь есть рядом магазин, который каждый работник ОММК может свободно его приобрести без проблем. А вы не опасаетесь, что люди, увидев эти цены, цены, честно говоря, удивительные, к вам приедут и станут вашими заказчиками? Вы же сверху не можете удалить? Часто обращаются, но мы стараемся как-то держать комбинат, и комбинат нас создавал то, что вот вы задавали вопрос о том, что сейчас комбинат находится в тяжелейшем состоянии. Мы стараемся не работать с другими фирмами, а стараемся все отдавать комбинату. Но если, конечно, еще дальше будет система неплатежей и ухудшаться, часть своей продукции придется продавать за денежные средства, чтобы погасить и оплатить селянам за сырье. Продолжение следует...